добрый день дорогие друзья с вами яков файн сегодня 11 августа какого года 21 ведь я помню а мог бы и забыть среда я даже это помню я прошел в тбн ма пидванула пидвала помните эту песню про днини и дельки начнем как обычно с комментариях по комментариям но напоминаю для тех отдельных единиц индивидуумов которые могут забыть что вы находитесь на чудесном канале на бесплатном канале не прошу никаких подписок не говорю вам лайкайте не говорю вам нажимайте колокольчик и тогда вы ни один мой шедевр не пропущите не хотите не нажимайте хотите нажимайте я рад вас видеть that's all that matters дальше начнем с комментариев по комментариям было их немного но сколько имеем столько наших евгений пишет на чисто украинском языке я так понимаю что он отвечает на мою новостишку не моя она но по крайней мере я ее осветил как украинская российские спортсменки обнимались на олимпиаде и некоторые были недовольны евгений пишет 2014 году мои коллеги продолжали ездить в отпуск в москву самару и другие города с восточного соседа я отказывался от таких предложений пишет евгений и со временем уволился из той компании каждый делает свой выбор но именно из-за таких спортсменов украина до сих пор лишь тень от той страны которой могла бы быть из-за них я вынужден быть или я не я решил наверно я воли как я воли я решил наверно даст быть иммигрантом и что вам сказать евгений я я думаю что я с вами согласен в чем я согласен я согласен в том что вся проблема власть во властях украины которые перекладывают ответственность на людей таких как вы еще один был один украинский комментарий но он в эту же тему а вот стом пишет тоже буду переводить сразу добрый день яков про объятия спортсменов не понимаю почему все используют подменное подмену понятий а именно война на политику подменяется те для тех кому это удобно и в вашем стиле применяйте ситуацию на себя он хочет мне предложить стом примерить на себя ситуации со спортсменками золотая медалистка например например типа золотая медалистка израиля обнимается с представителем например сектора газа если бы они там были или медалисты сша обнимаются с игил потому что именно потому что представители россии для нас такими и есть и какая-то ссылочка на youtube дорогой стом я вас очень уважаю но ссылочка на youtube это может быть ссылочка полезно если это выступает президент страны и говорит о том какая ситуация на самом деле а то что такой как вы или я ютюбер что-то скажет но сами представители у нас такими есть вот видно тогда на этом в этом видео показано 29 погибших мирных граждан вы же сами недавно сказали что сектор газа обстреливает мирных граждан израиля но вот как бы военные спортсмены обоих сторон после обстрела обнимались отвечу на эти два два комментария они очень похожи оба с украины ну и по крайней мере от украинцев скажем так украинское правительство по моему мнению не путать с украинским народом ведет себя подло по отношению к своему народу я мог бы понять если бы украинское правительство руководство я не говорю объявлял войну нет если бы прекратили любые дипломатические отношения с россией и официально сказали об этом если бы они сказали россия это наш враг поэтому мы отзываем всех дипломатов прекращаем все дипломатические отношения с россией прекращаем любую торговую что я не помню чтобы с гитлером торговал стали не помню такого закрываем границы не разрешаем поездки туда-сюда исключением является то что если там больные родственники похорон все всем было бы понятно а украинское правительство этого не делать причем в этом конкретном случае я считаю что виновата именно правительство украины не россии а украина россия имеет там свои скелеты в шкафу и свои неблагородные действия и убийство и и массовые убийства украинских солдат и оттяпывания земли я это все говорила продолжать но украинское правительство хочет быть немножко беременным так не получается а люди вот такие как пишут мне комментарии хорошие нормальные простые люди они это чувствуют они это понимают но они хотят как то защитить свою страну и они делают это как могут не так как надо а как могут и они переносят вот эту свою ненависть вот эту всю неудовлетворенность действиями своего правительства на людей эти две девочки были просто в экстазе представьте себе на на олимпиаде занять медали и вот они обвернуты свои флаги и эта радость просто понимаете двух девочек эти твои примеры дорогой стом или ваши примеры я не знаю как вам удобнее будет абсолютно не канаю ибо ситуация с сектором газа между сектором газа из израиля четко определена эти сидят за границей и все и они сказали мы не признаем израиль сектор газа мне не нравится как они сказали но это можно уважать они сказали свою позицию они сказали мы хотим израиль чтобы не существовал чтобы эту страну вообще смести в море мне не нравится но я это понимаю сша объявили и гилл террористической организации террористической организации поэтому я не вижу не представляю себе ситуацию как спортсмен во флаге сша обнимается со спортсменом во флаге и гилл в черном я не представляю почему потому что обе стороны очень четко заявили о своих позициях друг другу все этого не сделан не сделал зеленский ваш президент и вся его окружающая элита элита украинская которой похоже нет а вы ребята отбивайтесь как хотите пишите мне комментарии вот евгений проголосовал ногами насколько я помню он живет в кракове я считаю что я считаю что не надо брать на себя такие ну ка я вообще не знаю как что я считаю какая разница что я считаю вы считаете что в таком руку при таком руководстве страны жить в стране нормально зато вы спеваете гарно ну то спеваете если взять знаете довести ситуацию до экстрима и представить себе ситуацию что все люди которым не нравятся политика и позиция и действия руководства украины представьте себе чтобы они все бы уехали другую страну осталось бы какое-то количество политиков и вот они как червяки в банке друг друга бы грызли так бы они себя перегрызли а потом все бы вернулись обратно как вам такой план действий дальше если что-нибудь еще хорошего среди комментариев да я просил комментарии о маленьком линии чтобы вы мне привели стишки вы как-то очень плохо подготовлены ребят вы что они стихи не учили в детстве там мне приводили ну вот там пишет мне стив 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 ленин всегда живой я просил что я просил о мальчике о Володьке Ульянове о Вовочке а вы мне на эти вот грозные вот эти самые стихи или где-то еще мне были стихи на эту же тему где же они где же они были не знаю где-то были ну короче говоря анекдоты мне рассказывают про Ленина стихи какие-то но про мальчика Ленина я хотел бы все-таки услыхать про мальчика про невинного мальчика Ленина который еще не сделал революцию который еще не лазил на броневичок который еще не наговорил столько глупостей который еще не болел венерическими заболеваниями в которого еще не стреляли в доме которого потом уже конечно говорили частенько надежда умирает последней но я не это хочу услышать это я все знаю пишет мне дальше пишет мне дальше Джон Смит что относительно конкурентов моего канала таковых нет потому что каждый человек который хочет что-то донести до окружающих дотрагивает какие-то струны в каждом конкретном человеке нравится слушает не нравится нет у вас спокойная одержанная манера подачи которую выдает рассудительного человека вот это и нравится так что скорее не конкуренция а многообразие я бы сказал я согласен с Джоном Смитом согласен никто мне ни один человек не привел конкретного конкурента который делает примерно то же самое что и я мне приводили разных других людей судя по всему есть какой-то интересный подкастер Денис Борисов я не знаю этого человека мне приводили еще какие-то но что вам сказать мы все разные и вы наверное правы вы наверное правы дальше есть ли еще что-нибудь интересное а вот пишет страйкер пишет а где та норма на которую должны равняться при спортивных косяках почему как пример поведения для спортсменов при конфликтах должна быть именно та которая молчит и не выносит ссоры из избы по такой логике можно смотреть на людоедов и говорить что возможно их путь правилен нам надо делать то же самое я не очень понимаю аналоги если честно страйкер причем здесь людоеды в любом коллективе есть правило в коллективе в семье из семьи не выносят ссоры из избы а надо надо же всегда выносить ссоры из избы я понимаю была бы попытка какая-то примириться решить что-то и так далее сказал начальник начальник не обратил на меня внимание я пошел выше нет это же девочка пошла сразу в youtube или в инстаграм до всего ее никто еще не высылал в беларусь я говорю о кристине тимановской никто она она вынесла ссоры из избы когда об этом вообще никто не знал она даже не пыталась этот ссор держать внутри причем здесь каннибалы не знаю ну ладно я думаю на этом хватит отвечать на ваши вопросики ибо у меня есть что вам рассказать и так ну что вам сказать парни парни конечно у нас важное такое событие это мистер мистер Куомо Эндрю Куомо не прошло и 13 лет как губернатор очередной губернатор штата Нью-Йорк подает в отставку последний раз такое было в 2008 году об этом еще поговорим но пока поговорим о бесстрашном крутом Эндрю Куомо которого добили причем очень быстро сливили очень быстро надо заметить что мистер Куомо не затянул чуть-чуть до конца своего третьего срока у нас насколько я понимаю в штате Нью-Йорк нет ограничений на то сколько губернатор может переизбираться если его любят люди ну и круто ну и круто и вот он не дотянул он он выступил скажем так всего прошло чуть больше недели после того как генеральный прокурор штата Нью-Йорк Латиша Джеймс ее фамилия по-моему или Джонс не помню но то что Латиша или ее называют Тиша ну не Тиша типа ниже травы а Тиша так ее называют она накатала отчетик на 160 страничек где все четко обрисовала 11 женщин что он кому куда делал и на основании этого сказала что вот посмотрите пацаны из легистраторы и девчонки пацаны из легистраторы тут же подсуетились ну просто как будто бы кто-то включил кнопку и начали его топить пацаны из легистраторы Нью-Йорка пацаны из соседних штатов губернаторы Коннектикута и Ниджерси с удовольствием топить а уж как балдел наш неудачный мэр Диблазио вы не понимаете я кстати опять был прав он уже я это сказал несколько дней назад он уже сказал вроде бы что он будет баллотироваться на пост губернатора Нью-Йорка в следующем году когда придет время он Эл Шарптон от демократов уже сказали вроде бы от республиканцев есть один я не помню как его зовут что-то типа Ли Стелтон ну посмотрим чем это кончится это будет еще через год а пока подвел конечно семейку Эндрю подвел у него папа тоже был три года папа Марио Марио знаете игру Марио так вот это не не обигри это о реальной ситуации вот он папа слева он 90-е годы тоже был три срока мэром Нью-Йорка Марио Коума вот его сыночек радуется победе и вот и вот он вышел прошла буквально неделя а он такой известный борец файтер файтер он говорит я не сдаюсь без боя но типа русские не сдаются и все ожидали что он будет бороться и бороться и бороться дальше но ему начали советовать юристы а в нашей стране юристы это наше все вы можете быть сто раз прав или не прав это не важно если у вас хороший юрист attorney адвокат lawyer это юрист как я вам сказал юрист как мой акцент я плохо говорю по-русски lawyer это юрист а attorney это адвокат видно ему посоветовали лучше уйти самому плюс и у него братик же есть Крис Куома так вот братик Крис Куома который ведущий на сцене он тоже юрист вообще у нас надо заметить на всех этих главных сетях телевизионных тоже вы сидите видите ведущих вы думаете это просто говорящая голова нет большинство из них имеют очень такое серьезное образование много из них юристы кстати ведущая программа и вроде братец ему позвонил братец ушел в прошлую пятницу на недельку в отпуск ну допланировал давно конечно же ну вроде он ему позвонил и вот во вторник а именно вчера Куома выступил с речью он всегда выступает я слушал эту речь он всегда выступает так как будто бы мы тут все ученики паршивые глупые а он профессор и он нам втирает рассказывает как жить дальше потому как он познал правду жизни а мы еще пока не познали мы еще пока не познали и рассказал нам всем что it's not about me it's about you это не обо мне это о вас то есть о нас даже вину он не хочет признать он говорит i never crossed the line я никогда черту не перешел но черту говорит передвинули вы понимаете если раньше он говорит я обнимал все i would give them a hug аг аг такое дружеское объятие я мог поцеловать кого-то в щечку одной полицейской он пошутил с полицейской вы понимаете он пошутил на тему того что в замужестве есть не только плюсы но и минусы и он говорит я думал что это удачная шутка а оказывается неудачная какая-то дама его обвиняла он к ней в лифте дотронулся до спины блин меня аж в пот бросил он к ней в лифте дотронулся до спины после этого я вас хочу попросить ребята вот вы едете на работу в своих городах если у вас крупный город и переполненная метро или маршрутка или автобус я вам советую ездить на такси с завтрашнего дня почему потому что вы можете кому-то дотронуться до спины или еще чего хуже и она может на вас подать в суд короче в лифте дотронулся он мог так за щучку ути-ти-ти-ти сделать и он говорит я не считал что в этом что-то плохое он говорит одна из 11 женщин у которых самые substantial allegations как он говорит самые такие серьезные обвинения обвинения но еще пока не доказано у нее нет фактов я думаю он говорит о той даме которой он вроде бы так в ручку в блузочку и в бюстгальтер что он там собирался найти чего он не видел или не знает ну короче вроде бы он говорит у нее нет никаких доказательств сейчас он сказал что я считаю теперь что мол лучше все-таки уйти самому так будет правильно сказал то есть никакой вины он не признал ни в чем но так он решил уйти и еще будет две недели заканчивать передавать дела кому скажу но ассамблея штата Нью-Йорк кстати кто из вас знает что есть столица и штата Нью-Йорк вы конечно скажете конечно город Нью-Йорк и будете не правы не правы потому что во многих штатах маленький какой-нибудь городишко будет столицей штата вот например в штате Нью-Йорк столица штата является небольшой городочек Улбани и у меня кстати к вам вопрос а знаете ли вы столица других штатов is it too much to ask может быть я слишком много спрашиваю знаете ли вы столицу Флориды хо-хо-хо и это не Майами и это не Джексонвилл и это не Орландо и это не Темпа поищите откройте свои кондурные карты и наведите пару штатиков со столицами да так о чем это я теперь регистратора должна принять решение импичать его или нет у них еще есть время он еще пока в офисе если они захотят его вообще добить ногами он уже лежит уже Эндрю Кома лежит но если они захотят его добить ногами просто сильно так они его еще импичнут а если они его импичнут и признают обвинения все правильными то его значит надо ремувнуть убрать из офиса выборного и после этого он не сможет занимать никакие выборные должности то есть политика для него закончится а что сейчас для него будет сейчас он должен лежать тихо-тихо низенько-низенько где-то так лечь на дно как подводная лодка и позывных не передавать на несколько лет а там посмотрим у него есть барышня но не в хорошем смысле ее зовут Кэши Катя по-русски а по-русски Катя ее зовут Катя она была его lieutenant governor его заместитель уже 6 лет она когда-то закончила юридическую вуз работала в юрконторе потом она была в каком-то муниципалитете маленького городка потом она стала county clerk ну это самый такой важный человек в графстве ну в районе в райцентре а потом она стала его замом такая была тихая ее особо никто и не не замечал ну она такая она демократ но она центристка она не крайне и вот зовут ее Кэфи а вот как прочти прочесть простому русскому парню как я ее фамилию Кэфи кстати слово Кэфи Ти Эйч да? изучаем английский язык Ти Эйч язык должен быть между зубами не Кэсси Кэсси это неправильно и не Кэти это неправильно потому что это же не буква Т Ти Эйч Кэсси у меня тоже не очень Кэссс язык видите Кэсси 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 вот так ничего Кэсси это Катя не Кэсси а Кэсси чувствуете разницу о вот сейчас почувствую да но с фамилия блин как мы эту фамилию будем читать ну по-русски вы бы наверное прошли Хачул по-украински вы бы прошли как Хачул помните как пьяный стоит перед деревом так смотри он говорит Хачу ли я? Могу ли я? Говно ли я? Магно ли я? Ну вот короче Хачул тоже неправильно у нас ее произносится как Хокул Хокул С-э-э-э-к-к-к но это небольшая проблема годик она дотянет доползет если будет у нее все нормально она и себя выставит на пост губернатора конечно же чем закончится все не знаю желаю ей успехов и счастья в личной жизни пусть стоит грудью своей небольшой грудью но лишь бы не прошел этот бедолага деблазе хоть бы его там не было надеюсь эта скромная маленькая женщина его не пустит туда а еще хочу вам показать вот этого мальчика вот этого мальчика его зовут Эллиот Спитцер Эллиот Спитцер тринадцать лет назад он тоже резайнул ушел с поста губернатора того же штата Нью-Йорк вообще я его помню я в те годы это был я помню 2005 год я работал как раз тоже а может тогда не консультантом работал ну короче работал в банках там на Уолл-стрит работал и он был грозой Эллиот Спитцер был грозой в Уолл-стрит он такой он тогда был ну этим attorney general главным прокурором наверное я не знаю как по-русски сказать attorney general и он объявил буквально войну всем Уолл-стритовским компаниям занял за неуплату налогов за неправильные за неправильные regulations когда они покупали продавали акции для своих клиентов как они типа преследовали свои цели могли что-то продать раньше а передержать ну и так далее он был грозой и вот на этой волне какой он типа борет за справедливость его выбрали губернатором Нью-Йорк в 2007 году но как говорится недолго мучилась старушка уже в 2008 году он ушел по доброй воле мы знаем как уходят по доброй воле губернаторы со своих постов мы знаем что же с ним было с ним был конечно же тоже скандальчик какой же скандальчик был с спицером Элиот спицером он любил тоже женщин но он делал все значительно круче чем Куома Куома там тю-тю-тю-тю там ручку куда-то там до спинки дотронулся до животика а этот нет этот этот вызывал эскорт сервис дорогой дорогих женщин в чем он мог вызывать допустим у него была там я одна я как сейчас помню она жила где-то в Вашингтоне в штате не в штате а в дистриторе Колумбия там где столица а он в Нью-Йорке он мог ей оплатить перелет там четыре тысячи долларов для личной встречи кое-где чем они там занимались я Вам не скажу use your imagination используйте Вашу фантазию your wild imagination элитных женщин заказывал не просто так это тогда хоть было о чем поговорить понимаете были там мадам такая была мадам которая держала такой круг таких элитных женщин специальное агентство мы тут мы тут все расковыряли с пацанами разобрали нашли и прижали вот так что он пришел он объявил отсталку ну разве ну это хоть за что а тут короче измельчан измельчал губернатор не тот губернатор пошел я бы там вам даже так сказал даже не могут нарушить правила как положено если можно так сказать ну вот я думаю надо заканчивать нет давайте еще одну буквально небольшую вещицу я скажу я вам объяснил вчера но вчера не сказал а сегодня скажу вчера я вам рассказывал о том что Илон Маск задал один вопрос представителю реального AI Artificial Intelligence что там за симуляция учитывая то что мы все симуляции но если мы все симуляции а нам как бы до фонаря ну мы симуляции и все какая вам разница откуда мы все появились если она работает то работает как говорится aim broke don't fix если не поломано что там чинить но тем не менее если рассматривать нас как какие некие создания некие машины некие приборы некие может быть программы то у каждой программы есть какая-то версия и вот если мы представители какой-то симуляции то какой версии мы есть и вот скажем если вы ставите на свой телефон какое-то программное обеспечение или покупаете какую-то игру вы знаете что эта игра там такой-то версии правда а вы а можно ли вас считать какой-то версии вот если вы попробуйте посмотреть на какую-то версию какого-то программного обеспечения ну например там какая версия вашей операционной системы или версия вашей программы вы чаще всего не не сто процентов но чаще всего вы увидите группу из трех цифр разделенных точечках ну вот я вам покажу одну один пример мы его разберем это если те кто выпускает версии какого-то программного обеспечения или обеспечения правильно наверное используют то что называется semantic versioning семантическое присваивание версии semantic versioning еще раз говорю это добровольно но это принято и многие так свои продукты ну и нумеруют нумеруют вот давайте разберем вот такую картиночку вот вы видите допустим есть некая версия какого-то продукта версия 4.7.6 видите три цифры о чем они вам говорят ну допустим вы получаете имейл и вам написано вышла версия 4.7.6 нашей прекрасной игры в змейку и тогда вы думаете такой опасно ли ее ставить не опасно ли оставить вдруг у меня что-то поломается не будет работать и так далее и много ли они там поменяли и мало ли там поменяли давайте смотреть о чем нам говорят эти цифры эти цифры стоят не просто так на своих позициях и они нам говорят там много если более конкретно самая правая циферка это номер петча петч это заплатка переводится но это если на чисто русском языке сказать если пофиксили баг какой-то то есть была какая-то проблемка маленькая небольшая проблемка что-то там не так работало его нашли люди написали создателям этой программы что у вас там кто-то поломано ее быстренько починили и выпустили новую версию то есть была 4.7.5 а они выпустили 4.7.6 то есть ставить то есть ставить вот такую свежую версию к себе на компьютер абсолютно безопасно что говорит эта версия семантик выражений если третья цифра меняется она растет то это значит что просто это был какой-то небольшой баг небольшая проблемка исправлен пофиксана это не от слова фикса а может и от слова фикса кто знает кстати этимологию слова фикса вот то есть ее ставить безопасно не ожидайте что будет что-то какие-то новые возможности у вашей игры но что-то будет починено поэтому легко не задумываясь ставьте новую версию если у нее только третья цифра изменилась выросла то есть это то есть средняя цифра представляет то что называется minor то есть вышла новая версия продукта но изменения не такие не революционные не вообще такое ну такое ну такое нет ну такие такие особи ну там типа ну там теперь ваша программа еще позволяет напечатать отчет о ваших заработках по квартально а раньше этого не было она и так много делала всего но они еще добавили новую фичу и это minor version поэтому версия если поменялась цифра здесь на втором месте это тоже довольно безопасно ставить ее на вашу операционку на ваш компьютер на ваш телефон и так далее потому что она не должна ничего ломать ну по крайней мере так такой есть договор так пацанский я не знаю конечно бывает всякое но обычно это безопасно а вот первая цифра если поменяется вот видите было 4 7 6 а стало может быть 5 0 1 или 5 0 0 вот если первая цифра первая цифра это первая группа вот эта цифра называется major version главная такая версия и вот если поменялась эта циферка это говорит о том что были серьезные изменения в программе и нет никаких гарантий вернее они могут придавать какие-то гарантии но есть большая вероятность того что эта программа возможно не всегда будет работать на вашем компьютере на новом и о чем это говорит значит ли это что не надо ее ставить конечно нет это значит что прежде чем загружать к себе новую версию этой программы у которых поменялось major version вы должны внимательно почитать что именно конкретно изменилось надо ли оно вам вообще стоит ли овчинка выделки посмотреть форумы онлайн почитать что люди пишут как это вот версия на таких же как у вас операционных системах или устройствах работает и есть ли какие-то проблемы у людей вот это так оно и называется ну а теперь если конечно растечься мыслью по древу может быть применять такую же систему к себе как вам такая глупейшая мыслишка моя если вы считаете вы себя знаете прекрасно я вам это кстати предлагаю хотя сам это никогда не делал мне вчера пришла в голову эта мысль и я решил на вас ее испытать на желающих на добровольцах у вас наверняка есть какие-то фичи в вас какие-то черты особенности характера черты поведенческие которые вы может быть не очень нравитесь подумайте об этом если вы считаете что это мелочь ее можно пофиксать напишите себе что вы сначала версии 1.0.0 попробуйте выпустить версию себя изменив только третью цифру 1.0.1 и напишите в этой версии скажем я не буду ругаться матом больше чем 10 раз в день с вами будут все так же общаться ничего никому не поломайте надеюсь и вас будут воспринимать точно так же но вдруг хотите это заметить что вроде как меньше материться уже неплохо да или если вы захотите может быть в списке хороших дел вы вообще напишите знаете знаете когда делается программное обеспечение делается то что называется road map road map карта такая дорожная карта грубо говоря но план каким образом наше программное обеспечение будет меняться там на 2 года на 3 года на 1 год сделайте себе план на себя скажем в конце если в конце августа так одну секунду извините меня прервали мне пришлось остановиться но в принципе если вы напишите себе какой-то такой road map для себя как стать еще лучше чем вы есть а вы уже так почти предел совершенства и наметьте себе чтобы третью циферку поменять что надо сделать что нужно сделать чтобы вторую циферку поменять minor version себя выпустить и что нужно если вы там major что-то серьезное ну изменить ну например бросить пить вообще я не говорю что я вам это советую нет ну я не знаю у вас есть какая-то серьезная ну там или там перестать бить жену по средам это не тянет на major это тянет на minor но вторая циферка поменяется вот если вы сначала по средам начнете не бить жену потом в среду и четверг но опять же не забывайте выпускать свежую версию себя и всегда себя отмечайте потом вы посмотрите на свой road map и увидите как каким образом вы прогрессируете и как вот это semantic burgeoning вот эта система вам позволяет стать еще лучше чем вы есть как вам такая идейка если она вам нравится напишите если она не нравится тоже напишите может вообще глупость ну и что глупость так и глупость а кто нам говорил что мы должны говорить только умные вещи будьте здоровы пока 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 не забывайте